В жаркие июльские дни без света остались жители сразу нескольких дачных обществ. Массива «Самохвал» в Абакане – это больше тысячи человек. Отключение электричества здесь явление нередкое. И каждый раз добиваться его возобновления приходится с большим трудом. Причина – линия, которая ведет на даче, находится в частной собственности. Есть ли выход из проблемы, узнавала Наталья Гармашова. Вот уже все начинает таять, течь. Там продукты. Что одна морозилка, что вторая морозилка – то же самое. Вон, все потекло. Председатель дачного общества «Колос» Иван Гаранин делится своей проблемой. Хотя в дни отключения электричества она становится единой для всех членов сразу девяти дачных товариществ, расположенных у подножия и на горе «Самохвал». Это более пяти тысяч человек. Из них круглый год. То есть постоянно живут здесь около полутора тысяч. Много семей с детьми, пенсионеров. По сути, у нас все завязано на свете. У нас станции, у нас отопление, у нас свет, у нас вентилятор. У меня, допустим, не хватило воды. У меня вот умерла павлиниха. Так лучшее можно накачать, да? Конечно, прижалет. Алексей Карамашев в своем солидном возрасте добывает ресурс для полива огорода дедовским методом. Ольга Пауль на личном транспорте возит воду из колонки на Нижней Согре. Там ближайшая питьевая. Сложнее тем, у кого машины нет, и тем, кто сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса. Последних на дачах несколько десятков человек. Их контролирует полиция, выехать за водой люди не могут. Причину своих бед местные жители видят в том, что лэп, ведущая в общество, это больше двух километров, является частной собственностью. Владельцев несколько, поэтому договориться о своевременном ремонте всегда сложно. Город не принимает наши сети на свой баланс. А частник не хочет обслуживать свои линии. У вас уже есть подключение. Второй точке подключения вам не положено. На этот раз свет в домах исчез около 7 часов утра в четверг. Жители провели собственное расследование и выяснили, замыкание возникло в районе промзоны. Однако на предприятии, которое здесь располагается и к тому же является одним из владельцев участка линии, пояснили, повреждений у них нет. Короткое замыкание произошло где-то дальше, ближе к частным домам, возможно и в дачных трансформаторах. Мы сейчас делаем протоколы испытания документа на эту линию и подаем заявку в МРСК на включение линии, но до опоры 25. Мы включаем только свое. У нас замечаний по оборудованию нет. Далее мы не можем включить дачников, во-первых, потому что это развитие принадлежит дачным обществам, не знаю кому. Во-вторых, от них нет ни представителей, никому. Дачное общество без команды, диспетчеров включить не может. К вечеру стало известно, в промзоне, а также расположенном неподалеку от нее дачном обществе Дамба, свет уже появился. Сейчас ведется работа по подключению остальных жителей массива. Энергетикам удалось связаться с собственником аварийного участка, он устраняет проблему на сетях. А между тем люди ломают голову над тем, как в корне исправить ситуацию. Подсчитали, строительство собственной линии обойдется миллионов в шесть, приобретение генераторов в полтора. К примеру, обществу Ивана Гаранина такие суммы не потянуть. Здесь всего 94 участка, ежегодные членские сборы составляют 250 тысяч рублей. Часть этих денег идет на оплату электроэнергии, которая, как уверяет председатель, ведется своевременно. Поэтому и ресурс хотят получать качественный. Разобраться в ситуации с ЛЭП самостоятельно жители массива Самохвал не в силах, поэтому надеются на поддержку городских властей. Продолжение следует...